Всем привет! Наконец-то у меня дошли руки-ноги до озвучки этого видео. Видео у меня накопилось много, не успеваю ни монтировать, ни озвучивать. Ну вот, наконец-то озвучил видео с похода в Вову, скидку 30%. Начнем просмотр с кошелечка, но здесь попадаются и маленькие сумочки, и кошельки. Сегодня любой стоит 210 рублей. Последнее время что-то подсела я на какие-то барби цвета. Вот и маникюр у меня такой ярко-розовый. И вот фуксийные цвета, какие-то прям кислотно-розовые, прям меня на них почему-то тянет. И хотела найти какую-то типа спортивные сумочки, но это слишком затертенькая была. Увидела знакомые буквы, думала, думала, решила заглянуть внутрь. Тут даже старая цена осталась. Это кошелечек от Victoria's Secret. Внутри он выглядит вообще как новый. И с одной из сторон, но вот сверху вот эти буквы, к сожалению, подзатерлись. Вот такая спортивная сумочка, но уж больно пестренькая. Хотела найти какую-то вот текстильную, небольшого формата. И желательно светлую, но что-то в этот раз мне ничего особо не попадалось. Вот такой кошелечек на цепочке был. Так, что это? От Avon какая-то мини-сумочка. Вот эта штука мне понравилась. У меня папа до сих пор что-то записывает на диске. Я думала взять папе, но папа сказал, что у него уже такие есть и ему не надо. А так даже вот такое, видите, можно найти в секунде. Редикюльчик Клач. В принципе, интересный, но не знаю, что туда можно поместить. Думала, какой-то бренд написан, но нет. Но нейм, но в хорошем состоянии. Так, еще текстильная сумочка, но прям, да, уже потертая-затертая. Какой-то плоский, может, это чехол под какие-то кисточки был. Вот такая небольшая сумчоночка. Так, что еще, что еще? Хаки. Всякие там камуфляжи. Красная, вот такая неплохая была, но красная мне ни к чему. Мне хотелось найти светлую. Вот этот интересный кошелечек, Редикюльчик был. Вот такой текстильный кошелечек на три отделения. Так, что еще интересного? Ну, такие обычные кошельки, кожезамовские. Ну, и перейдем к сумкам. Вот, показываю цены на сумки. Это без учета скидок еще. Буду подписывать с учетом скидки. Вот, опять же, потянула меня на розовый. Нашла вот такую розовую сумочку. Это, по-моему, атмосфер. И она на камере такая более приглушенная, розовая. В жизни она, наверное, как мои ногти, прям яркая. Вот, нашла текстильную. Но оценили ее, кстати, недешево. Не знаю, может бренд какой-то особенный. Цвет хаки. Ну, так в ней ничего супер особенного. Очень много было сумок от Michael Kors. Но, не знаю, все ли они оригинал. Думаю, что нет. Но вот это очень, кстати, необычное. Обычно там у меня встречаются такие какие-то стандартные. Вот это я подумала, что это коуч, как правильно произносится. Но нет, это хороший закос. Но тут даже буквы не те. И фурнитура, по-моему, отсутствует некоторая. Вот это закос под гусиную, ой, страусиную кожу. Здесь есть такая цепочка, в принципе. Сумочка ничего. Но вот эта вот золотая фурнитура меня прям бесит. Не знаю, я одна такая, напишите. Не нравится мне эта желтушная фурнитура. Ее иногда опихают даже к таким цветам, с которыми она не сочетается. Понравилась мне вот эта большая дорожная сумка. Она даже какой-то бренд имеет. Она выглядела абсолютно новой. И спереди еще такая гобеленовая вставка. Очень необычная. Если бы мне нужна была, я бы, наверное, даже взяла. Рыженькие сумочки тоже мне нравятся. Поэтому не прохожу мимо. Смотрю. Вот это, по-моему, даже, возможно, кожаная. Видите? И тоже Майкл Корс. Вот такие модели я впервые встречаю. Кстати, вторая рыжая сумка и тоже Майкл Корс. В принципе, мне понравилась вот эта сумка. Но у меня красная сумка ни к чему. Думается, мне тоже, что это кожа. Какой бренд пыталась найти. Так. Пыталась найти также бирку. Что это? А, это релик. Релик. Но мне показалось, что это кожа. Хотя у них сумки часто из кожзама. Единственное, что безмагнитное мне, по-моему, сегодня попалось. Это вот этот рюкзачок. Текстильный. С рыжими вставками под кожу. Так, вот еще у Майкл Корс. Только здесь ручки уже рыжие. Те были полностью рыжие. Но это какой-то, видимо, закос. Потому что тут уже на бирочке только буква М. Ну и как бы сама она себе посредственного качества. Интересным показалась вот эта сумочка. Мне в последнее время нравится сочетание вот бежевого с голубым, с синим. Мне кажется, прям смотрится очень интересно. Но оценили не дешево. Еще Майкл Корс. Но здесь уже даже бронтированная подкладка. И такой материал, как выделка под змею. Какую-то рептилию. Очень по сочетанию вырвиглазная вот такая текстильная сумка была. Красные такие лакированные детали у нее. А сама она из такой, как плащовой ткани. Не знаю, что за бренд. Возможно, что-то дорогое. Возможно, ну, потому что хорошо так, в принципе, сделано. И была в хорошем состоянии. Но сочетание цветов, конечно, вырвиглаз. Вот эта малышка была кожаная. Но, как мне показалось, совсем не функциональная. Тут какие-то непонятные карманы. Непонятно, что туда можно вообще вместить. Ну, в общем, странная она. Вот эта, кстати, забавная. Здесь текстильный ремешок. И вот такие вот силуэты, я так поняла, мишек. Но она кожзам. Не знаю, возможно, тоже какой-то бренд хороший. Не гуглила. Рюкзак-щок с пайетками. Ну, он, конечно, не натуральный. Но оценили его недешево. Не знаю. Портфельчик. Рыжий с черным. Но мне показалось, что он слишком плоский и невместительный. Насчет кожи или не кожи, не знаю. Пыталась разглядеть, рассмотреть. Но так и не поняла. И вот, кстати, здесь фурнитура уже такая под старину идет. Она мне больше нравится. Уж если ставить, то лучше уж не золото ставить, а вот какую-нибудь вот такую фурнитуру. Потому что вот это желтое золото прям дешевит. Так, продолжаем искать текстильную сумку. Нашла вот такую светлую. Но она такая больше хаки. Хотелось бы какую-то либо молочную, либо... Ну, белую, наверное, нет. Какую-нибудь светло-бежевую. На камере она кажется, конечно, ну, какой-то светло-бежевой. Но на самом деле она такая больше коричневая. И ремешок у нее идет из кожзама. Я подумала, что он быстро потрескается. Сумка-седло, по-моему, ее называли. У Прада, по-моему, появилась она изначально. А теперь эту форму копируют все кому не лень. Вот, попалась вот такая. Она, по-моему, нонейм. От Розетти попалась сумка. Тоже текстильная такая. Она как из ткани, как пальтишки такие я встречала. О, ну и как же без Луи Виттона. Даже подкладка брендированная. И, кстати, в кошельках из нее я потом нашла вот такой кошелечек плоский, который прицепляется. Но его оценили отдельно. Абсолютно новая вот такая сумчонка нашлась. Интересные у нее ручки, клепочки. Но она, к сожалению, не идет ненатуральная. Это папайя. Но даже с биркой можно найти на скидках сумки интересные. Вот эта мне очень понравилась по цвету. И я вспомнила, что у меня есть такие полусапожки. Она бы мне очень даже подошла. Она, к сожалению, ненатуральная. И с дефектами она начала уже местами знатно вот так вот облизать. Хотя цвет вообще потрясающий. Такой бирюзово-зеленый. Классный цвет. Еще из необычных сумок попалась такая, как плюшевый мишка. Из меховушки сшитая. Так, это текстильная сумочка тоже такого бирюзового цвета. Пытаюсь найти бренд. Какой-то вумен написано. Ничего больше не написано. Интересной мне показалась вот такая замшевая малышка. Но я не знаю, что туда кроме телефона и какого-нибудь антисептика можно поместить. И на цепочке она сделана. Вот такой необычный редикюльчик с бантом сверху. Вот так называется бренд. Даже на подкладке это все выбито. Не гуглила, честно говоря. Что-то я обленилась в последнее время. Надо бы гуглить иногда, чтобы понимать порядок цен. И чтобы можно было в следующий раз узнать какой-то бренд, который имеет какую-то хорошую цену изначально. Так, вот это то ли хинкаль, то ли пельмешек попался. Но он тоже не из натуральной кожи. Но смотрится забавно. Так, еще один Louis Vuitton. Тоже брендированная подкладка. Оценили, кстати, дешево. И вот эта сумка мне понравилась. Здесь такая ручка с вышивкой по бокам вышивки. Это известный всем дизигуаль. Была немножко, конечно, испачкана. Но что поделать. Так, это закос под бербери. Опять с этой желтушной фурнитурой. Я уже, наверное, повторила это 25 раз. Но уж простите. Опять режет мне это глаз все. Так. Интересная вот эта сумочка какая-то была. Дарья написана. Светленькая. С двумя длинными ручками. Но мне она по формату не очень понравилась. Поэтому я ее брать не стала. Хотя тоже здесь вот и подкладка брендированная. И вроде как даже кожа такая достаточно плотная на ощупь. Ну, ее, конечно, надо отмывать. С двумя карманами накладными. Так. Белый магнит. 840 рублей сегодня. Так. Вот такая сумочка. Кармашки тоже открываются. Рабочие. Можно что-нибудь положить. И я сейчас жалею, что не взяла вот эту сумку от Пикард. Она большого формата. Вместительная. Вот такой замочек у нее. Внутри два отдела, которые разделяются. Еще одним отделом на молнии. И сзади еще вот такой. Кармашек на молнии. Интересные. Приделаны ручки. В отличном состоянии. Вот, думаю, зря не взяла. А взяла я в этот раз вот эту сумку. Я ее вам показывала в коротких видео. Ее, конечно, надо привести немножко в чувство. Но внутри подкладка у нее все чистое. Ее нужно чисто снаружи чуть-чуть привести в порядок. У нее как бы затерты немножко углы. Но, как выяснилось потом, что они вполне себе оттираются. И вот я ее кручу-верчу, примеряю. Не знаю, чем-то она меня зацепила. Она текстиль в перемешку с кожаными элементами. И вот мне понравилось сочетание такого молочного цвета с бежевым. Посмотрим быстренько обувь. У меня было немного времени. Поэтому я решила посмотреть только что-нибудь, может, из безмагнитной обуви. Ну, как видите, здесь в основном каблуки, каблуки, каблуки. И особо даже выбрать нечего. Понравились мне вот эти вот лодочки. Хотела вам показать. Они такие как войлочные. Необычные. Ну, я как всегда выцепляю что-нибудь необычное, чтобы вам показать. Вот эти кожаные туфельки были. В стиле Мэри Джейн. 38 размер. Но каблучок такой довольно высокий. Так, что еще? Вот необычные туфельки. Ну, вроде как тоже туфельками сделаны. Но как будто на носок они надеты. Надеты балетки. Кто-то мне писал в комментариях, на обуви же стоит крест. Ее нельзя носить. Я не знаю, у нас почему-то вот так вот в ове помечают пары обуви. Какие-то крестики ставят, нолики. Поэтому я, честно, не обращаю на это внимания. Тем более ставить на подушку, и она в процессе носки все это стирается. Ну, либо если так напрягает, можно каким-нибудь чистящим, моющим отчистить. Эти туфли вон с кожаной подошвой даже. Это, наверное, для танцев, я так поняла. Потому что снизу прям замша пришита. Вот такие необычные балетки со шнуровкой. Но это тоже ненатуральные. 36 размер, но примерять не стала. Они ненатуральные. Еще балетки. Ну, это тоже текстиль все. Все ненатуральное. Здесь необычный каблук. Даже новенький. Вон, пряжка еще запечатана. Ну, не знаю, кожа или нет. Опять же, тянет меня на розовый. Розовые ногти. И вот розовые туфли. Думала, что замшевые. Но нет, это не замша. А вот эти туфли, если помните, я уже примеряла. Опять они всплыли. Опять в 37-м размере. То есть это точно те же туфли, которые я уже примеряла. И от фила попались вот такие плетеные босоножки. Я удивилась, что их запихнули в отдел с дешевой обувью. Потому что внешне, визуально, никаких дефектов я не нашла. Ну, возможно, устаревшая модель. Итак, я переместилась уже в примерочную. И я сегодня одета вот так. В стиле какой-то русской березки. У меня верх. Решила выгодить вот эти дорогущие брюки, которые я недавно нашла. И вот курточку. Я бы хотела, кстати, найти какую-то светлую, легкую. Но пока вот хожу по этому. В такой вот толстовке. Так. Я сегодня, как всегда, покопалась в кучке. И вот что нашла. Так. Первое, что это. Вот такой свитерочек сзади со шнуровкой от MySonscotch. Но он мне маловат. Маловат. И тут такой вырез достаточно интересный. Он очень широко по плечам садится. Ну, вот эта кофточка переплюнула все. Кофточка, футболочка. Искала какую-то футболку. Интересную, светлую, может, под эти брюки. Но тоже вот примерила я этот кислотный желтый цвет. И поняла, что мне он не идет. Плюс здесь такой вот вырез лодочкой. Определенное белье надо. Нашла еще вот такую голубую футболочку. Уже с V-образным вырезом. Цвет красивый. Прям небесно-голубой. Сзади еще идет вот такой интересный тоже вырез. И шнурочки можно завязать. Выполнены из вискозы. Но тоже что-то крутилось-свертелось. И решила не брать. Вот этот кардиганчик меня привлек своим составом. Он идет ажурный такой вязкий. Но вырез здесь достаточно глубокий. Я бы пододела какую-нибудь маечку. Даже пуговички здесь брондированные. Такой нежный, приятный к телу. И здесь хороший состав. Здесь 60% шелка в составе. Люблю трикотажные вещи из шелка. Нравится мне. Я их с удовольствием ищу и ношу. Очень необычная мне показалась вот эта вот футболка, которая села на меня как платье. Здесь очень много страз. И здесь какой-то черепундель нарисован. Какая-то черепушка. И сзади здесь очень интересный элемент. Вот такая вот веревочная часть. Ну, одна веревочка здесь, правда, растянулась, видимо. Но это не проблема. Можно пришить. Но для меня это слишком экстравагантно. Наверное, слишком много страз. Плюс непонятная длина. Плюс открытая спина. Но просто было интересно примерить. Вы же меня знаете. Еще нашла очень интересный полосатый свитер. Куда же без полосатиков. Я их очень люблю. Нежной любовью. И в разных вариациях примеряю. Это то ли мужской свитер. Нет, это не мужской свитер. Я думаю, просто это размер L. Я сейчас увидела уже. И сел он на меня вот так. В принципе, свободный, хороший. Но рукава мне длинноваты, конечно. Они, в принципе, держатся. Но все же длинноваты. Вот такой свитерок. Если в полную длину. Был бы на размерчик поменьше. Я бы, наверное, себе его с удовольствием забрала. Вот этот свитерок тоже мне понравился. Такая сеточка. Но мне кажется, это самовяз. Потому что никаких бирок ни с названием бренда. Ни с составом я не нашла. Но по ощущениям это хлопок. Сзади он тоже точно так же выполнен. Сбоку имеется два разрезика небольших. Вроде неплохо. Но я шла с мыслью, что все-таки хочу подобрать какой-то верх к этим брючкам. Но пока все мимо, к сожалению. Не попадается. Так. Еще вот такой свитерочек, джемперочек. Нижняя часть здесь, на самом деле, такая яркая, насыщенная фуксия. Камера не совсем верно передает. И опять же, здесь рукава мне длинные. Прям вот они все. Видно, что сморщились достаточно в районе запястья. Наверное, это рассчитано на девушку повыше. В этой майке, скажите, что ты нашла тут примечательного, кроме вот этой вот зацепки. Здесь маленькие разрезики такие. Кстати, приятный такой разбеленный голубой цвет. И самое примечательное здесь, это состав 75% шелка в составе. Опять же, трикотажный шелк мне попался. Я здесь себе показываю какого-то силача. Не люблю вот майки с такими открытыми плечами. Плечами сразу я становлюсь, ну, руки кажутся какими-то толстыми. Понравилась вот эта розовая кофточка, особенно своим вот этим квадратным вырезом. Но, в принципе, у ней больше ничего особо примечательного нет. Рука в три четверти. Сзади тоже обычная однотонная. По составу вискоза такая вот, как тянущаяся резиновая вискоза. Вот такая кофточка. Так, что же я еще нашла? А, искала, может, топ какой-то майку. Но вот здесь мне понравился цвет. Но кроме цвета ничего. Опять же, не люблю майки на таких тонких лямках. Потому что вот от белья лямки торчат. Надо либо как-то без лямок носить. А прозрачные вот эти бретельки я абсолютно не люблю. Вот этот свитер у меня привлек своей какой-то несуразностью, скажем так. Тут и вот такие элементы. И вязка как будто на изданку вывернутая. И сам он по себе такой вот из какой-то пряжи интересной сделан. Вот так называется его бренд. Но это размер L еще, поэтому он на мне сидит как на пьеро. По составу это стопроцентный хлопок. Приятный к телу. И я была очень удивлена, когда увидела цены на свитера этого бренда. То есть около 100 долларов стоит свитерочек. Вот так дела. Эту юбку я вам тоже показывала в коротких видео. Она из стопроцентного льна. С вот такой вот вышивкой. Примеряю уже на брюке, потому что я про нее забыла. Уже все надела обратно. Надо было убегать. И на дне нашла я эту юбку. И решила все-таки примерить. Хотя бы поверх брюк. Но мне кажется спорная длина, спорный фасон. Плюс эта вышивка. Это конечно надо уметь носить и стилизовать. Поэтому себе я ее к сожалению, ну а может и к радости, не забрала. На этом все. Вот мои покупки для себя и подружек. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада. Пишите комментарии. Всем до встречи. И пока-пока.